Комментарии. В футболе такое бывает. Наверное, может быть, достаточно часто. Команда, которая владеет территориальным преимуществом, не умеет воплотить все это дело в результат. Наверное, в голы в данном моменте. И потом пропускает на контратаках мяч. Понятно, что меняется игра. Стараемся отыграться. Идем большими силами в атаку. Ну, пропускаем второй мяч. Но об этих всех моментах мы достаточно внимательно говорили, как играет команда «Зенит», какие преимущества, как они стараются строить атаку. Но мои сегодня игроки, что касается, допустим, обороны, немножко заигрывались. И такие моменты, такие выходы у «Зенита-2» были, к сожалению. Поэтому очень печально, то, что мы проиграли. Но проиграли мы в большей степени из-за своих грубейших ошибок. Поэтому все, что нужно было делать, и делать правильно, мы об этом с нашими футболистами разговаривали. Как правильно играть, как правильно строить атаку. И сегодня мы выпустили двух центральных нападающих, и Саная, и Соболева. Но, к сожалению, КПД от их работы в атаке, к сожалению, был на очень низком уровне. Вот это вот такой результат. Коллеги, у кого есть вопросы, представляемся, называемый на своей издательной. Да, пожалуйста. Ага, Ирина Гахова, мы, кстати, спросим. А вот, судя по статистике, тоже во вторых таймингах очень много пропускают голов. То есть, чего не хватает? Концентрации или физики? Да, я не думаю, что мне хватает физики. Я думаю, что мы в этом плане готовы достаточно на хорошем уровне. Наверное, скорее всего, концентрации. Концентрации и внимания. А есть ли у вас какие-то методы борьбы с этим словом? Методы борьбы? Ну, это очень, допустим, достаточно тяжелый вопрос. Как с этим бороться? Наверное, нужно более внимательно играть. И таким игрокам, как иностранцам, допустим, Пулич, и кто у нас сегодня играл, быть, наверное, более внимательным и сконцентрированным в этих моментах. Но, к сожалению, мы сегодня пропустили две быстрые контратаки. Может, их и было за игру 2-3-4, да? Но мы все равно их пропустили. А мы были к этому готовы, что команда «Зенит» будет так играть. Но мои, допустим, объяснения, и мы проводим теорию, разборы и все остальное. К сожалению, они очень неэффективно действуют на наших игроков. Они в большей степени заигрываются. Заигрываются, и вот такие моменты... Особенно мне очень был нагляден второй момент, когда, допустим, тот же Панюков обыграл игрока одного во фланге и уходит в контратаку. У нас уже перестроение на подстраховку было, ну, очень слабое. Очень слабое. Так нельзя играть. Должны играть внимательно не только центральные защитники, но и опорные полузащитники. А у нас, к сожалению, в этих компонентах были большие провалы. Еще вопрос. А почему было бы играть больше навесов, делать теплым нападающих у вас, рослых, навесов там, ну, раз в два было и обчелся. Больше нагружающих они будут как-то выигрывать. Как ты говорим о новой. Ну, когда после игры об этом говоришь, наверное, есть какая-то доля правды в этом моменте. Но, поймите правильно, навесов было достаточно. И не всегда навесы навесом рознь. Если это акцентированная подача, то, что я просил делать в большей степени во втором тайме игроков, когда подача должна была быть направленная и акцентированная, это одно. А когда это просто навес, отвал идет, это другое. Поэтому я и просил уделить внимание, если «Зенит-2» обороняется достаточно большими силами и количеством игроков, значит, нужно в большей степени все-таки разрывать фланги. И нужно, чтобы большее количество передач шло хорошее по точности, по силе, чтобы нашим нападающим было легче бороться. А когда это просто навесы ниоткуда, я считаю, что они неэффективны. Поэтому в этом плане сочетать нужно, какие должны идти передачи. И то, что я просил, они должны быть более акцентированные и более активные такие в штрафной площадке. Но что у нас было в первом тайме, это одно. А во втором тайме, я считаю, мы в большей степени эту активность снизили. И у нас меньше передачи совместей на нападающих. Хотя я об этом их не просил. Спасибо, коллеги. Игра была тяжелой. Для нас очень тяжелая. Особенно первый тайм с преимуществом гостей, конечно. С хорошим контролем мяча. Мы немножко были неорганизованы в плане отбора и по позициям. Но и два-три человека все-таки не так сыграли, как нам хотелось бы. Поэтому я так не получал. Но во втором тайме пришлось в перерыве и пришлось с ребятами поговорить так серьезно, с некоторыми. Перестроились немножко тактически. Ребята заняли свои позиции. В общем-то, от них начинали играть. И, в принципе, то, что уже ожидали. Опять же, с территориальным преимуществом гостей, но, по крайней мере, у нас появились хорошие зоны, хорошие контратаки, на которых, в общем-то, мы могли забить. Забили второй. Тяжело было защитникам нашим. Все-таки Томск такая команда достаточно еще и силовая. Два высоких нападающих, поэтому игра была направлена на длинную передачу, на сброс, на игру головой в штрафной площади. Ну, что-то у них не получилось, что-то наши защитники сняли эти передачи. Вот. И плюс, с первой команды нам дали там троих человек. Это Карпов, это Паняков и Багаев. Ну, это игроки не основного состава, тем более там, в общем-то, Копленко, это наш игрок, недавно появился в первой команде. Ну, у них было пять выходных, это тяжело им было. Ну, просто им хочется, конечно, спасибо, что они дотерпели, что они создали какую-то такую достаточно нормальную надежность, какую-то уверенность для наших игроков. Ну, и плюс, во второй тайм, в общем-то, я увидел более-менее достаточно сбалансированную команду, какие-то командные действия, какие-то тактические нормальные построения, особенно при обороне. Ну, и то, что мы поговорили в перерыве по открытым зонам в Томске, в общем-то, они появлялись, не очень быстрые центральные защитники, от которых, в принципе, в общем-то, у нас наши, у Ханюков и другие ребята, в общем-то, убегали. Так что игра тяжелая, еще раз говорю, и дело не то, что там три очка завоевали, и все забудется, игра забудется. Ну, для нас, для тренеров, это, как правило, такой момент творческий. Конечно, хочется все это подправить, разобраться, все это, так сказать, воплотить через тренировочный процесс. Пока еще, ребята, молодые, мозги молодые, футбольного опыта нет. Я смотрю, Войдель у меня еще в Липецке начинал играть, сейчас он достаточно много сыграл и за шинник, и видно, что он тоже лидер, такая основа этой команды. Ну, таких пока у нас нет, ребят. Ну, по крайней мере, мы будем стараться из них сделать хороших футболистов. Дорогие, ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, как тут недавно Владимир Владимирович отчитал нашего президента, потому что 8 регионеров играло в связи с Реалом. Сергей Александрович, не приходило же к вам с просьбой пассивами, так сказать, поднародных своих игроков? Нет, после этой встречи не приходило, я просто не хочу обсуждать. Мне кажется, что не все СМИ показали ответ. Сергей Александрович, он достаточно нормально, грамотно ответил, потому что, да, мы придерживаемся регламента в чемпионате. Ребята у нас появляются, нормальные наши, российские. И многие делегированы в сборную, поэтому ответ был нормальный, спокойный, сдержанный, грамотный и умный. Дмитрий Александрович, оцените Игору Копленко, потому что, как он после первой команды почувствовал ее уверенность, потому что показалось, что много фолью досталось, ну, поначалу, да? Фолью, но фол, да, ну, фол это дело такое, если идет быстрая атака, там, микрофол достаточно часто распространен в футболе, вот, сдвиги есть, виду, что он чуть поспокойнее стал играть. Единственное, у него состояние, у нас, у троих ребят, у этих, после пяти выходных, ну, извините меня, какая подготовка не была до этого, пять выходных, в общем-то, они провели только одну тренировку, и то не с нами, а с первой командой, где они только начали вкатываться, работать, поэтому, нормально сыграли, не сказал, что прям вот, прям вот так ярко, ну, сыграли надежно, сыграли на команду. Тимур Валеев, спорт день за днем, на неделе Константин Зырянов отпраздновал 40-летие, а известно, какие-то сроки восстановления, когда служил? Ну, если он восстанавливался, где-то месяца четыре, наверное, повторно, как она сделала, сейчас уже операция была в другом месте, до этого в Финляндии, вот, посмотрим, как он будет восстанавливаться, единственное, я говорю, ну, ты хочешь восстановиться опять, быть как игроком, я 40, мне 43, три года не знаю, дотянешь, не дотянешь, вытянешь, не вытянешь, по крайней мере, договоренность была и с президентом клуба, и с Костей мы разговаривали, и с Костей с Арсаней, что, если он решит закончить, то есть, я готов, в общем-то, взять, в своем тренерский штаб, человек уважаемый, опытный, очень уважаемый и в коллективе, вот, есть чему поучиться не только футбольным, но и каким-то человеческим качеством, то, что для молодежи надо, поэтому, мы дальше разберемся. Здесь еще представители, патерапорожского футбола, турническая людь, а вот продолжение вопроса, касательно зря, нам все-таки не хватает игрока, да, молодежь, это вот, кого-то готова привлечь, ну, в перерыве, кого-то, потому что, кто-то все-таки на поле был, безраздновен. Откуда привлечь, призречь откуда? Нет, я это, не знаю, на примете, там, ну, у нас есть, У нас есть селекционный отдел, который работает, никто не закрывает двери, если это перспективный, интересный парень, никто не закрывает двери для «Зенита-2», если у него перспектива, для первой команды то же самое. Для нас это может быть важно, но вектор так, в общем-то, развернут, что мы вернули многих наших ребят, отдали, почти всех отдали, всех приезжих, у нас там было то ли 15, то ли 17 человек приезжих, поэтому сейчас некоторые играют в пример лиги, в общем-то, игроки были неплохие, может быть, что-то не получилось, и все тоже решилось в последней игре у них, то, что наша команда осталась. Ну, вектор развернут, и наше дело выполнять то, какую философию устраивает наш руководитель, президент клуба, спортивный отдел. Ну, значит, будем работать в этом направлении, другого варианта у нас нет. От себя ничего делать я не собираюсь, я могу только взять игрока, попробовать его развить, дать им какие-то знания, подготовить его. Спасибо большое, коллеги.